13-летняя девочка наблюдала из окна квартиры момент совершения грабежа. Обладая художественным талантом, она изобразила на рисунке грабителя. Рисунок был передан следователю. Вопрос. Имеет ли данный рисунок доказательственное значение? Это типичный пример из следственной практики. Чтобы ответить на этот и другие вопросы, нужно тщательно изучить процессуальный порядок следственных и судебных действий, правовое положение участников уголовного судопроизводства, общее положение и принципы уголовного процесса. Все это лежит в основе предмета уголовно-процессуальное право. Представляю вам учебник-практикум по данной дисциплине, написанный под общей редакцией ректора Российского государственного университета правосудия Валентина Валентиновича Ершова и председателя Верховного суда РФ Владимира Александровича Давыдова. В его основе положение международных правовых актов, Конституции РФ, действующего уголовно-процессуального законодательства, правовые позиции Европейского суда по правам человека, Конституционного и Верховного судов РФ по вопросам применения уголовно-процессуальных норм. Практические занятия самое важное в уголовно-процессуальном праве. Их целью является детальное изучение действующего уголовно-процессуального законодательства, совершенствование навыков, обучаемых в анализе и решении конкретных процессуальных вопросов, возникающих при производстве по уголовным делам. Безусловно, те задачи, которые включены в сборник, составлены, как правило, на основе реальных практических ситуаций, имевших место в следственной и судебной практике. В условия задачи включены все фактические данные, необходимые для вынесения определенного решения по ситуации, изложенной в предлагаемой задаче. Авторы учебника преследовали одну очень важную цель – донести до читателя социальную значимость будущей профессии, необходимость нетерпимости коррупционному поведению, уважительного отношения к праву и закону.